Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас Цезарь моего собственного производства. Рецепт я оставлю вам внизу. Он получается безумно вкусный. Вообще, Цезарь это мой любимый салат. Я его очень люблю и не с креветками, а именно с курицей. Наготовила себе прям ведро, как я люблю. Даже немножко оставила мамочке. Мама не особый любитель Цезаря на самом деле, но я люблю. Заправляю я его всегда салатом Цезарь. Заправляю я его всегда соусом Цезарь. Получается обалденно! Сочно! Хотела бы сегодня ответить на вопрос своей подписчицы. Очень интересная тема, на которую я вообще не рассуждала. Вопрос задает Евдокия. Евдокия, тебе огромный привет! Айка, здравствуй! Часто смотрю твои мукбанки. Очень аппетитно ешь, особенно роллы. Спасибо большое! Мне интересен момент именно с рекламой. Прямая реклама на YouTube. Было ли такое, что твой рекламодатель был недоволен тем, как ты сделала? Или реклама была вообще неэффективна? Естественно, я делаю прямую рекламу тоже. Обычно интеграцию у меня бывают во влогах, не в мукбанках. Так, я когда общаюсь с рекламодателями, всегда говорю, что давайте лучше во влогах. А то я сижу-сижу, ем. Резко я начинаю говорить про какой-то банк. Это, естественно, не то. Поэтому я как бы во влогах стараюсь, а не в мукбанках. Что касается недовольных рекламодателей, вы знаете, дело тут не только во мне, но еще и в самой компании. Например, я помню, неудачная интеграция у меня была с одними из сухофруктов. Но вы знаете, многие мне писали, что сухофрукты у них дороже, чем в супермаркете. Зачем мне, например, покупать у них сухофрукты, писали мне мои подписчики. Если в супермаркете намного дешевле. Зачем заказывать, платить за доставку. Лучше я посмотрю на внешний вид, куплю в супермаркете. Вот. Тут как бы претензий ко мне не должно быть и не было, по сути. Просто этот случай, почему мне запомнился, он был как бы единичный, когда реклама была очень неэффективна, так скажем. Ну, вообще, такая работа у блогеров простая в этом плане, очень простая, мне кажется. Мы как бы не отвечаем за результат. Ты выбираешь блогера, например, говоришь, скажи это, это, это. Мы это говорим. Если у тебя, например, продажи не выросли или выросли, то есть это к нам не имеет никакого отношения. Да и не было никогда такого, чтобы мне сказали, о, неэффективно, верни мне мои деньги. Я публиковала историю или, например, я сказала про это в видео. Сначала показала рекламодателю, нравится ли вам все или что-то исправить. Вы мне говорите, нет, не исправляй, выкладывай так. Я выкладываю, потом неэффективно, и что? Мне даже кажется глупо звонить и говорить, слушайте, я не получил никакой результат от вашей рекламы. То есть это как-то даже тупо. я свою работу выполнила. Бывают такие моменты, когда делаешь рекламу, и вот так вот получается, конечно. Но изначально, когда вы открываете какой-то бизнес, собираетесь чем-то заниматься, вы должны здраво оценивать своих конкурентов, цену своих конкурентов, ассортимент. И почему покупатель должен выбрать именно вас? Да хоть вы у Ольги Бузовой рекламу купите, если действительно у вас намного дороже, чем у ваших конкурентов, то по большому счету, естественно, реклама не будет окупаться. Любая рекламная даже история мне отправляется техническое задание, например. Я делаю все, как там указано. Сохраняю, отправляю рекламодателю. И только после одобрения, после только одобрения опубликую. Поэтому ко мне претензий ноль. Один мужчина, наверное, где-то месяца 4 подряд на все мои соцсети писал, что сделайте мне рекламу, у меня магазин занавесок, сделайте мне рекламу. Я готов заплатить, сколько вы скажете, лишь бы сделайте. но я сначала отвечала, объясняла человеку, но потом я поняла, что это бессмысленно. То есть я просто как будто разговариваю сама с собой. я объясняю, что это не мой формат. У вас в какой-то магазин, я прихожу. Еще плюс магазин находится где-то в Содоряйке, мне туда ехать. Я ему говорю, дело не в деньгах, это не мой формат. Я иду и начинаю там хвалить его занавески. Мне больше нравится работать с какими-то более крупными организациями. Какая-то онлайн-школа, где есть свой менеджер. Магазины с аксессуарами телефонов мне пишут. Приходите, сделайте рекламу. Какую я вам рекламу сделаю? Мне, честно, стыдно такую рекламу делать. То есть я стою там, показываю на магазин. Меня раздражает именно те, кто настаивает, что тебе стоит, какая у тебя разница. Расскажи в видео, что типа ты выбираешь занавески. Но не хочу я. Не хочу я ехать в этот Содоряйк. почему-то многие считают, что какая разница, какая реклама. Я тебе плачу за это деньги. И все ты должна делать. Я выбираю для своего канала рекламу, которая будет для меня актуальна. это могут быть какие-то рестораны. Опять же, рестораны тоже я как бы выбираю. Вы можете заметить, что на моем канале не так часто появляется прямая реклама. А все потому, что я выбираю. И вот эта вот навязчивость и настойчивость мне очень не нравится. это, например, иногда пишут на мейл. Здравствуйте, сколько у вас стоит реклама на канале? А потом думают, почему мне не отвечают. То же самое говорит в Инстаграме происходит с Региной. Вообще, если вы хотите, чтобы блогер вам ответил и вы реально узнали, сколько стоит у него реклама, никогда ни один блогер не отвечает на такие мейлы. рекламодатели пишут по-другому. Открою вам тайну. То есть, они пишут, например, здравствуйте, мы из компании такой-то, такой-то. И ссылка на сайт, ссылка там, не знаю, на application. Потом пишут, мы хотим купить у вас интеграцию, например, видео. Вот вам задание, как нужно сделать, как нужно снять. все подробно. Это просто 3-4 огромных листа, где подробно описывается, что нужно сделать. но только тогда я понимаю, что это серьезная организация, и можно ответить. а не какой-то ребенок просто пытается уточнить у тебя, сколько же на самом деле стоит реклама. или здравствуйте, я по поводу рекламы. И жду твоего ответа. Так вам на будущее. Если захотите у кого-то уточнить цену рекламы, пишите огромные тексты про компанию, которую вы представляете. Иногда бывает пишут, у нас огромный бюджет, и мы вам можем выделить сколько угодно, лишь бы вы сделали у нас рекламу. и ты понимаешь, что здесь есть подвох. Ни одна компания не будет писать о том, что у нас огромный бюджет, и мы можем вам выделить сколько угодно. Но это просто бред, если честно. Очень вкусно. Я думала, я с легкостью съем, но нет, моя хорошая. Здесь слишком много. Киви такие. Киви, ну как-то не очень. Это именно сухофрукты, которые вводились в сиропе. Я вам в истории показывала, была у двойного брата, и у них на столе увидела, думала, вау, я тоже хочу. Сегодня утром встала, сгоняла. Это просто самое любимое лакомство с чаем. Вот это, кстати, манго. Манго, ананас. Манго вкуснее всего. Так, в общем, обобщаем. Мне кажется, блогинг, вот многие говорят, это сложно, это вам кажется просто, и так далее. По мне наоборот. Блогинг это очень просто. То есть легко заработать деньги. Здесь у тебя есть аудитория. То есть морально устаешь. Не могу назвать сложной работой блогинг. Многие просто жалуются. Возможно, у меня мукбанки. Мукбанки легко снимать, легко монтировать. Возможно, какой-то контент делать реально очень сложно. Но не мой. Мой контент интересно делать. Легко и просто. Хорошие просмотры, стабильность. Вы знаете, у меня был опыт. Один месяц я работала продавщицей в магазине женской одежды. Даже не один, два месяца я работала. Это был период, когда я закончила школу, поступала в универ. У меня было ровно два месяца. я не знала, куда устроиться. Решила устроиться в магазин одежды. Там копейки, правда, получала. Но реально, это настолько сложная физическая работа. Это реально сложно. А снимать контент для меня это кайф. Это интересно, прикольно. Азарт появляется у тебя. сухофрукты, конечно, особенно манго. Сладкие. Их прям в сиропе сварили. На этом, в общем-то, все. Спасибо, что досмотрели. Цезаря было слишком много, поэтому доесть я его не смогла. Обязательно подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем желаю приятного аппетита, кто продолжает кушать. Всем пока.